Добрый день, дорогие друзья! Начинаем трансляцию, организованную журналистами газеты Тюменская область сегодня. Участник нашего эфира, легендарный человек, известный не только в Тюменской области, но и во всей России, основоположник идеи Бессмертного полка Геннадий Кириллович Иванов. Здравствуйте, Геннадий Кириллович! Геннадий Кириллович, мы говорить будем сегодня не об этой идее, которая перевернула, по сути дела, сознание многих россиян. Мы знаем, что у вас есть и другая общественная работа. Например, вы состоите в комиссии по переименованию объектов в городе Тюмени. И повод для нашей встречи. В среду вечером состоялось заседание комиссии по переименованию и принято решение присвоить новой улице в районе озера Алибашевского имя разведчика Кузнецова. И вот расскажите, пожалуйста, об этом важном для нас событии. Ну, это немножко не так. Это было уже по этой улице. Состоялось заседание еще 4 июня. И улицу в районе Алибашево озера назвали улица Николая Кузнецова. А теперь уже газета Тюменская область сегодня обратилась, потом ветераны обратились о том, что две улицы, как-то Кузнецова. Потому что у нас уже есть улица Кузнецова, просто улица Кузнецова в районе бывшего драмтеатра. И если будет еще одна улица Кузнецова, начались споры. И предложили, вот газета Тюменская область сегодня, другие предложили изменить название улицы Николая Кузнецова на другое номинование улица разведчика Кузнецова. Вот и обсуждали в среду поэтому этот вопрос. Насколько сложно было принять такое решение? Я слышал, что существовало и другое мнение. И тем не менее, большинством голосов такое решение принято? Да почти единогласно. Я был против, кажется, вроде один. Против того, чтобы... Но я знаю, что вот люди, жители домов, проживающих на улице Кузнецова, они даже не знали, в честь кого названа их улица. Просто улица Кузнецова. Они считали, что это улица Николая Кузнецова. А это было, оказывается, еще в 57-м году переименовано 22 улицы и улицу Буденного переименовали в улицу Кузнецова. Просто Кузнецова. Без имени. Мы даже толком не знаем, как его зовут. И когда подняли документы, выяснилось, что улица Афанасия Кузнецова, красноармейца. Документы я попросил в совете, по ним секретаря, она мне дала выписку. Там не написано Афанасий. Там улица Кузнецов А.Н. Большевик, начальник отдела труда, что ли там, вреда советскую власть. В общем, кто сказал Афанасии, это, кажется, Александр Петрушин. Но я просто этого не видел, документы такого. Ну и вот жители, они тоже против были. Я знаю, что замглавного редактора вашей газеты, Раиса Петровна Ковденко, она тоже не знала, что как называется, в честь какого Кузнецова названа. И теперь, если еще будет еще одна улица Кузнецова, хотя и разведчика Кузнецова, все равно путаница будет. Я-то представляю себе, что это, не дай бог, если кто-то приедет в гости, водитель такси скажет, на улице Кузнецова. Не будет же они там разведчиков, там не разведчика. Кузнецова улица, его привезут на улицу Кузнецова просто. Ну не знаю, это... То есть вы считаете, что могут возникнуть сложности? Могут, обязательно будут, обязательно будут. Но если, например, на табличках будет указано, улица разведчика Кузнецова, улица Афанасия Кузнецова, то есть... Ну давайте тогда еще и адмирала Кузнецова. У нас много Кузнецова, фамилии распространенные. Так что будем называть... Есть вариант. Зачем называть улицу, когда можно назвать площадь? Площадь Николая Кузнецова. Не надо разведчиков. Для нас, для тюменцев, Николая Кузнецова, это сразу ясно, кто это. Мы не на Камчатке живем, что там у нас, с Николаем Кузнецовым, он и учился у нас, к техникам Сельхоза. У нас с ним связано, как говорится, мы его чтим. И, ну, не знаю, почему бы не называть площадь Николая Кузнецова. Я, например, предлагал переименовать площадь борцов революции площадь Николая Кузнецова. Тем более, чем обосновывая площадь рядом с этим техником бывшим, где он учился, и он там гулял, он там, ну, это буквально здесь. Ничего, памятник борцов революции, никто на него не покушается. Он так же будет стоять. Геннадий Кириллович, сколько человек в комиссии состоит? Ой, я точно не знаю, сколько. И, тем не менее, почти все высказались. Ну, я считаю, что это не было, полного этого состава не было. Да, большинство, в общем, выступили, что да, разведчик. А если в целом поговорить, в целом уйти вот от этих небольших, может быть, замечаний и разногласий, да? В целом, как вы оцениваетесь, что в городе появится улица разведчика? Я говорю, что я противник этого. Я полностью за Николая Кузнецова, но это будет все равно. Если люди, много лет живущие в доме Кузнецова 6, вот Кузнецова 6, и то считали, что это названо в честь Николая Кузнецова, что говорить о других, о других жителях, которые, ну, к этому вообще, просто есть улица, есть, какао, разведчика там, не разведчика. Все равно будет путаница. Особенно те, кто приезжать будет в город, если с улицей все... Тем более на доме, я вот ходил, возле этого дома 6, сфотографировал, прямо на одном доме, на одном здании дома 6, табличка, указатель улица Кузнецова, через 3 метра, рядом, буквально 3,5 метра, улица Н Кузнецова. Геннадий Кириллович, ну и заодно, конечно, я не могу не спросить о других улицах, то есть какие еще новые улицы появятся в Тюмени? Я вот еще, знаете, хотел бы о чем сказать. Вот года 3 назад, что ли, когда у нас было переименование, около 150, кажется, улиц, ну, Антипины, Матмасы присоединили, что городская черта полностью стала. И тогда другие улицы были, ну, одинаковые, школьных много строителей получили. И вот в Матмасах была улица Габдалу-Тукая. И в Матмасах же была улица Мусы-Джалиля. И в Тюмени, в Парфеново тоже улица Мусы-Джалиля и Габдалу-Тукая. Надо было что-то изменять как-то, чтобы не было одинаково. Предлагали улицу Матмасах-Джалиля и Габдалу-Тукая назвать в честь Сагдеева. Это бывший милиционер, который сопророжал груз, и его, значит, удавкой в реку, в общем, нашли его тело. В общем, он погиб при исполнении служебного долга. Вознесен на мемориал. Нет, не назвали. Комиссия проголосовала против. Жители там что-то против якобы были. И назвали улицу, улица Поэта Габдалу-Тукая. А там в Парфеново осталась улица Габдалу-Тукая. И также в Матмасах улица Поэта Мусы-Джалиля. А в Парфеново осталась улица Мусы-Джалиля. Ну, это... Я нарезаю это моразм. Ну, как можно? Это один и тот же человек. Давайте называть... У нас есть улица сейчас Александра Пушкина в Антипино. Давайте еще назовем улицу Поэта Александра Пушкина. Давай назовем улицу Льва Толстого. Давайте назовем еще одну улицу Писателя Льва Толстого. Ну, что это такое? У нас что фантазии не хватает назвать? Наши герои со струда сколько предлагали Валентина Кобылкина. Знаменитый был свинарь в 60-х, 70-х годах в Зудаковском районе. Отказали. Отказали. А называем улицы Липарисово. Не Кипарисово есть у нас в Тюмени. Липарисово хотели. Родионово. И вот, вот, ну, не знаю. У нас героев сколько Советского Союза не названо улицей в честь них. Василий Давыдов есть. В центре жил. Геннадий Кириллович, ну, все-таки расскажите, пожалуйста, о других улицах в Тюмени, которые получат... Ну, на последнем заседании, значит, будет улица Воронинская. Гавань, это очень название такое у нас стояли за это название. Красивое название, историческое название. Ну, и немного не в том месте, где была эта улица Воронинской Гавани. Хотели на том заседании, на прошлом заседании назвать, оставить Воронинская Гавань. Улиц-то нет, домов-то нет. Это получалось бы, если бы оставили, значит, степь, если названа улица, значит, должна быть указатель. Поставить указатель, табличку, что улица Воронинская Гавань. Но чтобы подумали о топонимике, о властях города, если бы в степи была, значит, написана улица Воронинская Гавань. Ну, слава богу, значит, перенесли. И в районе Дока Красной Октябрь, бывшего Дока Красной Октябрь, значит, это Воронинская Гавань возле... Скажите, Цемлянского озера, что ли, районе... Ну, в общем, Цемлянского, в общем, будет названа эта улица. Потом улицу дали жители бывшего Дока Красной Октябрь, предложили назвать, раз Дока не стало, но чтобы осталась история в памяти улица Красной Октябрьской. Нормально, нормально, это напоминание, что здесь, в этом районе, знаменитый когда-то был Дока Красной Октябрь. Я считаю, нормально. А вот еще отказали, значит, в районе аэропорта Прощино, хотели назвать три улицы новых, безымянных, пока улица 1-я улица авиаторов, 2-я улица авиаторов, 3-я улица авиаторов, ну, и тоже, ну, почему 2-я, 3-я, давайте за... У нас столько, ну, теперь уже мы не согласились, комиссия полностью не согласилась, кажется, ему гласно, и предложили в дальнейшем доработать, и эти улицы назвать в честь, ну, наверное, вот Эдуарда Лухта, ему 100 лет, летчику знаменитому нашему на севере, он в честь его одну улицу из этих. Потом, наверняка, может быть, герой Советского Союза, летчик Панов, возможно, Базовкин, ну, не знаю, ну, в общем, чтобы связано было, вот, район, как раз улица, раз район аэропорта Прощино, значит, чтобы связано было, там, между прочим, и названа недавно улица, несколько лет назад, Владимира Полякова, это бывшего директора аэропорта Прощино. В общем, да, вот как раз здесь все должны улицы, и как-то, чтобы было связано с этим, с амьяцией. Геннадий Кириллович, я понял, что это очень, ну, непростая работа, то есть, стоять в такой комиссии, я так понял, что у вас очень часто возникают споры, разногласия, и решение принять бывает очень непросто. Часто, согласен, в общем-то, это нормально, нормально, я считаю, но мнение-то у нас радует. Да, надо, и все мнения надо учесть, все точки зрения. Мне кажется, надо как-то подключать больше у нас, вроде, как делается, если кто-то предложил назвать улицу, ну, в честь какого-то человека, ну, неважно, или города, или цветочек, или прочее, в средствах массовой информации, в тюменском курьере, в газете, потом в соцсети, это обращение к жителям, что, пожалуйста, подключайтесь и предлагайте свои, что согласны, не согласны, ну, и что, кто один человек, кто вообще никто, или это, видимо, надо, ну, не доходят до людей, видимо, что это, и активность игр, может, до них не доходит, надо какое-то, видимо, что-то другое предпринять, чтобы люди знали, просто, вот, например, на 72 рух, не так уж, что там, что только не пишут, Господи, но все равно, там уже, значит, идет в прямом эфире, как говорит, почти идет споры, зачем так, зачем это, предлагают это, ну, хотя бы спор, а здесь, ну, что один выставился за, или против выставился, все. Ну, есть же еще площадка, Тюмень, наш дом. Я решаю. И там можно выносить на голосование вопрос. Ну, там голосование тоже. Кто проголосовал, ну, почему бы, говорят, вот, персональные данные, ну, какие персональные данные, а если человек проголосовал за или против, и что? Ну, обоснуй ты свое, почему ты за, и почему ты против, а то за и против, ну, что это, это не голосование, это... Это статистика. Ну, что так. В гостях в студии Тюменской области сегодня был Геннадий Кириллович Иванов. Геннадий Кириллович, вам спасибо большое. Спасибо, что вы нашли. Спасибо. Спасибо. Начинаем вторую часть программы, посвященную переименованию улицы Николая Кузнецова в улицу разведчика Кузнецова. Представляю наших гостей. Это Александр Николаевич Иванов, ветеран госбезопасности, и Злата Сергеевна Тихонова, главный редактор газеты «Дело чести». Здравствуйте. Тоже, я не рада. Я расскажу вам коротко о том, о чем мы говорили во время первой части нашей программы. Геннадий Кириллович Иванов рассказал, что были спорные какие-то вопросы, сложные, по поводу переименования улицы. Но, тем не менее, именно ветераны госбезопасности предложили назвать улицу улицей разведчика Кузнецова. Как вы рады принятию такого решения во время заседания комиссии по переименованию в городе Тюмене, которая состоялась в среду? Да, очень. Конечно. Мы очень рады. Тем более, инициатива исходила. Я не думаю, что только от нас. В общем-то, люди поддерживали. Те, кто понимают, те, кто знают имя Кузнецова. Например, с этим именем выросли. И влияние этого имени и образа Николая Ивановича Кузнецова повлияло на выбор нашей профессии. Частично или нечастично, но все равно повлияло. Зачитывались этими книжками. Первые две книжки вышли. Это было подробно и сильное духом. Но как неуважательно зачитываться. Тем более, это наш взгляд. Мы его считаем земляком. По праву, я думаю. Потому что говорят, что Севеновская область и так далее. Мы в одно время Талицкий район входил в состав Тюменского округа. И Николай Иванович, будучи еще молодым человеком, поехал в окружной центр. Поступил в техническую технику. Всегда здесь тюмен. Ну, говорят, учился год, учился немного. Не наш земля. То есть продолжается до сих пор. Ну, что, что год учился. Это же достояние не только нашей области, Свердловской области и России. Я считаю, что это достояние всего мира. Прогрессивное человечество. Самым лучшим разведчиком его организация объединенных наций признала. Это о многом говорит. Лучший разведчик 20 века. Может быть, и есть лучшие еще нелегалы. Он же тоже нелегал был. Но такой момент надо учитывать всегда. Что Николай Иванович Кузнецов не только был разведчиком нелегалов, но и он активно проводил боевые действия в тылу врага во время войны. Одна, две, три операции и все. Он провалится. Потому что спецслужбы врага тоже не бездействуют. Николай Иванович продержался более полутора лет. Представляете? Злата Сергеевна, а вы как оцениваете решение комиссии? Очень положительно. И даже напрочь не согласна Геннадиму Кирилловичу Иванову. Потому что улица разведчика Кузнецова указывает именно на том, чтобы Кузнецов был разведчиком. И если даже улицы потеряются, одна Кузнецова, другая разведчика Кузнецова, у нас есть улицы. 20 лет ВЛКСМ, 30 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ. И никто ничего не путает. А здесь будет улица разведчика Кузнецова. Все будут знать, что это именно того разведчика, которому мы сейчас посвящаем всю свою работу, направленную на военно-патриотическое воспитание молодежи. Начали мы это все делать в 2010 году, до сих пор продолжаем. Началось это все с тропы Кузнецова, которая сейчас уже дорогу перешла, сибиряки дорога на побед. И вот наконец-то есть улица, по которой мы теперь с полным правом будем ходить и просто восхищаться его подвигами. Почему именно Николай Кузнецов и его личность, его подвиги стали для вас таким символом? Для нас это стало символом, потому что мы все воспитаны на подвигах его Николая Кузнецова. Читали все книги его, все фильмы. Тем более, что недалеко здесь находится музей внешней разведки имени Николая Ивановича Кузнецова в Талице. И все наши школьники в советское время ездили туда на экскурсии, даже пешком ходили, на лыжах ходили. И очень почитали имя его, переписывались со всеми его соратниками. Ну, а теперь, когда ему 11 июля, 27 июля 2011 года исполнялось 100 лет, вот с этой времени мы начали вот эту работу. В конце июля, в Тюмени, в здании Аграрного университета Северного Заураля проходила конференция, посвященная как раз дню рождения Николая Кузнецова. И именно там была высказана вот эта просьба о переименовании улицы в улице разведчика Кузнецова. И сейчас вот эта просьба услышана. И я, Влада Сергеевна, знаю, что готовится новая конференция, да, не могли бы вы рассказать об этом мероприятии? У нас сейчас вот 26 сентября будет тоже конференция в городе Талица, там, где он учился, близ которой родился, на которую приглашаются ветераны госбезопасности всего Уральского федерального округа, Челябинск, Курган, Кюмень, Екатеринбург. И там мы снова будем говорить о его подвигах, о его жизни. Туда соберутся дети, между прочим, в городе Талица уже есть классы разведчиков. Вот они образовались 4 года назад, сейчас они учатся в 4-м и 8-м классе. У них там очень интересные отряды разведчиков, потому что, значит, первый класс, например, и 4-й. И вот вместе с родителями они ведут вот этот вот класс разведчиков. Тоже проводят всяческие мероприятия. И вот когда мы им сказали, что у нас уже улица, называться будет разведчика Кузнецова, вот они высказали прямо этим восхищением. Очень рада. Злата Сергеевна, вы не могли бы еще более подробно рассказать о воспитательной работе? Что на примере подвигов Николая Кузнецова можно ли воспитывать детей, рассказывая им? Да, конечно, и не только Николая Кузнецова. У нас ведь вообще по разведчикам, ну, поскольку мы сами являемся ветеранами госбезопасности, у нас не только вот есть Кузнецовская тропа, у нас есть тропа земляки-разведчики, по которой мы тоже объезжаем весь федеральный округ. И вот на этот год, на 19-й, мы планируем земляки-разведчики совершить уже, уже привлекая молодежь тех областей, тех регионов, которые сюда включены. И поэтому каждый совет ветеранов выбирает себе какие-то школы, какие-то, значит, классы, там, может, кадетские классы. И вот пока мы вот едем по маршруту, мы охватываем наш регион, передаем эстафету Челябинску, например, или Кургану. Ну, походу, мы передаем Кургану. Курган выбирает тоже какие-нибудь классы, которые связаны с именами разведчика. Тоже там проводят мероприятия уже вместе с нами. Потом мы возвращаемся, те едут в Челябинск, Челябинск проводят у себя Челябинск, потом едут в Екатеринбург, там встречают и то же самое проводят. И, конечно, вот таким образом мы охватываем уже почти все, весь регион, а кроме того, проходят конкурсы сочинений, конкурсы творческих работ, рисунков. Вот как, например, Павлу Михайловичу Фитину, когда открывался памятник, у нас участвовали пяти регионов школьники. Это даже Ямал был занят и в Континансийский округ. Александр Николаевич, как Вы считаете, будет ли название новой улицы, улица разведчика Кузнецова, способствовать популяризации имени героя, его подвигов, его личности? Смогут ли там, я не знаю, молодежь, школьники, студенты узнавать новые и новые о судьбе этого человека? Хотелось бы ответить словами небезызвестной политики, однозначно. Дело шуткой, шуткой, конечно, но думается, что действительно это поспособствует значению. И тюменцы будут гордиться, что у них есть такая улица. Он уже сказал в первой части, что ли, почему именно. Потому что это достояние всего мира, но только. Мы прикоснулись к этой легенде, это же легенда, образ. Выступаем перед школьниками. И вот такой случай, Вы упомянули конференцию, я вот в своем выступлении вспомнил этот случай, хочется повторить. Действительно, вот мы, по-моему, в олимпийской ребячке выступали перед ребятишками, со всех округов там, собирали ребятишек с Ивана Минецкого, как-то Менсийского, из Тюмени и так далее. Большая аудитория была. После информации, которую мы дали о Николай Мальчике из Минцове, две девочки подошли, одна взяла вот этот портрет его, как икону, представляете, как икону взяла, прижала к друге, поцеловала его, ну, 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 это что-то. Такая девочка, наверное, вырастет, сама вырастет, и своих детей вырастет, патриотическую, оттухе, я не думаю, что она даст им свернуть куда-то в сторону. Ну, и вторая, да и другие дети тоже так же смотрели, наблюдали его. Ну, это значит. Николай Иванович Кузнецов очень хороший пример для поображения. Да. Дорогие наши зрители, читатели газеты Тюменская область, сегодня мы завершаем нашу программу, посвященную переименованию, точнее даже, правильнее сказать, названию новой улицы именем разведчика Кузнецова. Во время этой передачи, напомню, мы высказали разные точки зрения и оценили вот это событие важное для жизни города и горожан. Напомню, что у нас гостями в студии были Александр Николаевич Иванов, ветеран госбезопасности, и Злата Сергеевна Тихонова, главный редактор газеты «Дело чести». Спасибо за внимание. Продолжение следует...